Блок биологической очистки здесь в Стоке очищается бактериями. В этом году здесь прошла серьезная реконструкция, как и на всех очистных поселке Каменики. Заменены аэраторы, водоводу установлено оборудование в качестве мешалок, насосов, рецикла. Сделано освещение блока, им костей. Ну и самое главное, произведена восстановлена гидроизоляция. Работа продолжалась год. Построили здания механической очистки и обеззараживания сточных вод до очистки и обезвоживания осадка. Блочно-модульную котельную. Установлены канализационно-насосные станции. Проложили наружные сети водоотведения, электро- и водоснабжения. Закончен монтаж теплотрассы, благоустройство. Проводится уже непосредственно пусконаладка. Объект готовится к пуску газа для подачи отопления в здание. Все технологии смонтированы, оборудование смонтировано, проверено. Старые очистные были построены более полувека назад. Давно-то и более реконструкции. Здание снесли, систему первичной очистки реконструировали. Обслуживает он поселок Каменики и эту территорию. Сюда входят 5 промышленных предприятий, 10 учреждений социальной сферы со своими зданиями. Это почти 80-78 многоквартирных домов. Больше 170 миллионов было выделено на строительство. Почти вся сумма из федерального бюджета. Рыбинский район стал участником проекта «Оздоровление Волги». Завершены работы еще на одних очистных в поселке Судоверх. Продолжается прокладка коллектора от деревни Дютьково до Рыбинска. Средства в 2021 году пойдут на завершение двух объектов, начатых в 2020 году. Также мы будем продолжать реализацию реконструкции ОСК в селе Золоторучье. Начнем в 2021 году строительство очистных сооружений и канализации в поселке Новый Никаус, Никаусского района. Программа «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология» началась в 2019-м. Рассчитана на 5 лет. За это время Ярославская область получит более 7 миллиардов рублей. Дюргий Ковчин, Денис Лосев. День в событиях. Продолжение следует...